В районном центре культуры и досуга состоялся предновогодний показ интерактивного спектакля «Детские сны». Перед началом для разогрева публики прошла игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети от души порезвились, а зрители постарше поделились, почему решили прийти на праздник. Я жду радость, конечно, очень много новогоднего настроения будет. Мне очень нравится костюм актеров. Все очень радужно, празднично прям. Я слышала очень хорошие отзывы от спектакля, они же уже раньше его показывали, поэтому жду хорошего настроения. О чем думают дети, оставшиеся одни в комнате вечером? Спектакль «Детские сны» дает ответ на этот вопрос. Маленькая девочка Василиса, главный герой программы, чувствует, что ей перед сном грустно. Она рассказывает об этом своей плюшевой игрушке с вуну, который позже приводит ее к ангелу и чудикам. Мы слышим всех детей на планете, и маму, и папу твоих тоже слышали, ведь когда-то они были маленькими. Путешествуя с ангелом по миру снов, Василиса видит океан с рыбами и заходит в гости к волшебнику-кукольнику, который может оживить любую игрушку. Но не зря спектакль назван интерактивным. Юные зрители сами смогли стать частью представления. Как вы думаете, из чего можно сделать куклу? Секундочку. Из носка. Куклу можно сделать из носка. Так, желательно, чтобы носок был новый и чистый. Из чего можно сделать куклу? Из дерева. Из дерева, ну конечно, из дерева получаются замечательные куклы. Постановку Маска показывает не первый раз, и как отмечают артисты, подходит она для зрителей любого возраста. Ведь главное – достучаться до каждого. Самое главное в этой постановке то, что она добрая. Точнее, тут не скажешь, она добрая. И это есть ее главная суть. Наш спектакль учит, чтобы в основном дети не боялись делать выбор, потому что сейчас это, скажем так, основная проблема всех подростков. Спектакль «Детские сны» в Видном встретили с радостью. После выступления артисты с удовольствием делали фотографии с гостями. Так о чем же мечтают дети, оставшись в комнате вечером? Приходи на спектакль и увидишь. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова